Да, уже все меньше и меньше у нас зрителей в прямом эфире, но все-таки вот Светлана Морченкова главный, как это там? Организатор. Организатор, и вообще-то, инициатор, и вообще все на вас. Светлана? Сильная. Да, я уже понял. Итак, Светлана Морченкова. Завершился праздник дзюдо, 100 лет спортивному обществу Динамо. Большой праздник сделали, достойный праздник в Москве, в Московский Центр боевых искусств. Достойные личности, во-первых, Виктория Потапова, уважение бескрайней этой женщине, многопочетных гостей. Как вам так удается и откуда черпаете силы, ну и итоги мероприятия? Как мне это удается? Ну, идеи меня посещают развивать дзюдо, развивать вот так, чтобы это было интересно всем и зрителям, и участникам, и спортсменам действующим, и завершившим свою спортивную карьеру. Я думаю, что мы как раз и постарались здесь транслировать и показать, привлечь спортсменов, которые завершили свою спортивную карьеру, но чтобы они были также востребованы, популярны и передавали свой опыт подрастающему поколению. Я считаю, что это очень важно. Во-первых, в первую очередь это важно для самих спортсменов, потому что они долгое время, очень на протяжении долгих лет трудились, тренировались ежедневно, настраивались на соревнования, защищали честь нашей страны на этих соревнованиях. И это большая гордость, мы за них болели. А сейчас они в обычной жизни не могут получить тех эмоций, которые они там получали. И мы таким образом вот сегодня постарались им подарить под эгидой наставничества те самые эмоции, которые они испытывали на соревнованиях. То есть они болели за свою команду, за каждого участника. Они переживали, они хотели победить, вот опять вот этот вкус победы ощутить. И я считаю, что это здорово. Ну, я успела пообщаться со всеми. Абсолютно все единогласно сказали, что да, вообще круто, мы прям сами боролись. И внутри вот у нас как раз это вот все возродилось, скажем так. Вот. Поэтому, ну, я очень довольна, что такой эффект получился, что все сложилось, как мы планировали. Также на этих соревнованиях мы планировали отобрать команду на финальный этап Динамской лиги 24-го года. И тоже это получилось. Отобрались спортсмены 2008-го, 2009-го и 2010-го года. Вот. Также новинкой нашей была эта викторина. Викторина, посвященная и обществу Динамо, и спорту, и дзюдоистам. Ну, я думаю, что она тоже очень понравилась. И всем участникам принял участие 50 почти человек, 46. И были разыграны призы. Такой формат, мне кажется, он тоже интересен в момент соревнований. Потому что, ну, каждому хочется частичку унести отсюда какой-то памятный подарок. Вот. Участников было сегодня более 500 из 16 регионов. Тоже география очень радует. Также представители были Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Мне очень приятно их ежегодно приглашать. Они легкие на подъем. Несмотря ни на какие их жизненные трудности, они продолжают заниматься спортом и привозить сюда детей на соревнования. Светлана, Динамовская лига дзюдо в 2024 году – это год такой юбилейный вообще для дзюдо, потому что 60 лет как дзюдо в олимпийской программе, плюс Олимпиада в Лос-Анджелии, в Париже. Динамовская лига дзюдо в этот юбилейный год. Какие планы? Ну, планы не сбавлять обороты. Также у нас запланированы региональные этапы Динамовской лиги, начиная от Владивостока, Сибири и заканчивая центром и югом. Вот. Но, пообщавшись с наставниками сегодня, я сделала для себя вывод, что им тоже это очень интересно. И, наверное, в планах, я думаю, что на следующий год мы их будем тоже привлекать к этим этапам и, наверное, введем среди них тоже рейтинг, чтобы рейтинг был не только среди спортсменов каждой весовой категории по итогам лиги, которые награждаются призами, ну и среди наставников. Это их тоже подстегнет быть постоянно на общении, быть постоянно на соревнованиях, общаться с младшим подрастающим поколением и мотивировать своими успехами, подбадривать, настраивать их. Ну и в заключении хотелось бы ваше пожелание, так как приближается новый 2024 год. Это раз. Плюс вот юбилей Олимпийского дзюдо, плюс Парижская Олимпиада. Пожелание всему мировому сообществу дзюдо. Всему мировому сообществу дзюдо я желаю, конечно же, побед, но побед не только на татами, но и вообще в жизни, чтобы у вас все ваши цели и мечты сбывались, чтобы вы их достигали, и хватало на все энергии, сил. Ну, труд, он всегда помогает в этом, и я хотела бы, чтобы все эти игры сложились дружно, чтобы все наши спортсмены смогли показать именно ту спортивную подготовку, которую они имеют на момент игр, и показали, чтобы этот результат. Спорт вне каких-то конфликтов, поэтому дзюдо объединяет нас всех. Это большая мировая семья, и я желаю всем здоровья и успехов. Роман, а вас я очень сильно благодарю за то, что вы поддержали наш турнир. Сегодня весь день были с нами, весь день комментировали, транслировали на весь мир наши соревнования. Это очень для нас почетно, и я прям очень сильно вам благодарна за это. Спасибо. Светлана, ну, я, во-первых, благодарю за возможность тоже вас принять участие в, ну, может быть, громко сказано на весь мир трансляции. Во-первых, почему? Потому что я тоже динамовец. Вот, начинал в спортивном обществе Динамо Москва свой путь дзюдо. Ну, и, конечно же, я, так сказать, во мне частичка Динамо есть, и я не мог пропустить такое мероприятие, тем более 100 лет в спортивном обществе Динамо. Поэтому я вас благодарю, поздравляю со столетиями Динамо, поздравляю с праздником вас, всех динамовцев, и пусть будет Динамо, как, вот знаете, Динамо это что такое? Динамо, Динамо это такой двигатель, да? Сила в движении. Сила в движении, вот. Пусть у всех будут силы, всегда, и всем здоровья, мира, радости, и дзюдо, как говорится, дзюдо всегда, дзюдо везде, не в плане борьбы, а в плане вот этого пути, мягкости, философии, концепции человеческой жизни, которая, в принципе, ну, как бы совпадает вообще с человеческой жизнью. Вот, спасибо вам, Светлана, и что мы скажем всем нашим зрителям, что занимайтесь дзюдо, привлекайте своих детей, взрослых, бабушек, дедушек, физкультура всегда полезна. Да. И... Спасибо, что вы были с нами, спасибо, что проявили интерес, это очень приятно, и здоровья вам, и успехов во всем. С наступающим Новым годом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин